В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства на 2024 год. От Московской области на обсуждение вынесено 248 объектов из 56 городских округов. Перечень сформирована муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радует глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. В Одинцовском округе выбрали 24 конкурсных объекта. Жители голосуют на платформе «За городсреда.ру», авторизовавшись через госуслуги, или же при поддержке волонтеров, которые помогают заполнить анкету. Самыми активными и сознательными в этом вопросе оказались мамы с детьми. Мы живем в доме 139 Можайское шоссе. У нас есть недалеко скверик. В нашем районе, к сожалению, очень много домов. И вот так, чтобы погулять с детьми, с коляской, с чем мы столкнулись, когда маленький был ребенок, в общем-то негде, только вдоль дорог получается. А этот скверик очень удобный. И хотелось бы, конечно, для детей там и мелками порисовать, пузыри попускать. Если благоустроят, будем очень рады. Одна из популярных локаций Одинцова, заявленная в конкурсном перечне, – центральная площадь города. Жители отмечают, что там и сейчас неплохо, но можно сделать еще лучше. Можно усовершенствовать детские площадки, дополнительно лавочки поставить, потому что мамы иногда хотят тоже отдохнуть, пока их дети развлекаются, и в некоторых местах заменить плитку. Еще один из важных объектов – Голицынский сквер возле церкви Серафима Саровского. Там любят отдыхать как жители, так и гости города. Эта территория, конечно, очень нуждается в благоустройстве, безусловно, ведь достаточное количество людей появляется там ежедневно, они приходят в храм или просто гуляют. Да, и очень бы хотелось, чтобы там были какие-то лавочки, чтобы, может быть, урны для того, чтобы мусор можно было выбросить. Ну и, конечно же, освещение, чтобы можно было погулять с детьми вечерами, да, и пожилым людям, и молодым тоже хотелось бы, да, было бы здорово. Ознакомиться с полным перечнем конкурсных объектов в округе, а также отдать свой голос за выбранную территорию, можно на официальном сайте проекта до 31 мая включительно. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».